Друзья, добрый день, вечер, может у кого-то уже ночь, а кто-то только проснулся, значит тому доброе утро. Вы все время говорите и пишите, ну хорошо, не все время и не все, но очень большое количество комментариев на тему того, что там перо из жопы совы, там глаз единорога, еще что-то. Я подумал, что будет, если взять курицу, это недорогое мясо, само по себе, из всех видов мяса оно самое дешевое, да? Сделать из него котлеты, и они будут еще дешевле, чем курица. То есть это получается самый такой дешманский дешман, но даже его можно сделать вкусно. Смотрите, у меня здесь есть лук, не смотрите на то, что он у меня плоский, там кто-то напишет, что он стоит дороже, чем обычный репчатый, возьмите обычный репчатый, что было, то использую. Хорошо, курица бедра, да, и обязательно с кожей тут у меня вот этот жирок, который я там весь не обрезаю, для того, чтобы жир при измельчении он делал эмульсию и задерживал влагу. Грибы, они хоть немножко такие подсевшие, но я их купил прям, я не знаю, что-то, рублей, наверное, за 60 рублей килограмм, что ли. Где-то в каком-то стрёмном супермаркете, в дешевом, не буду говорить бренд, но туда, куда заходишь, где пахнет вонючим луком. Значит, даже петрушка, смотрите, немножко такая завядшая, которая была куплена тоже чуть ли не на распродаже. И сейчас сезон молодой капусты, соответственно, я поободрал все страшные черные вести, у меня осталась почти серединка, но это капуста молодая, не старая. Значит, сковородку я включаю, лучок, давайте вот так сделаем. Сразу же отправляю лук на сковородку, пусть обжаривается. Достал сливочное масло, а до этого достал топленое. Да, вообще-то на топленом я собирался это делать, не на сливочном. С маслом аккуратнее, потому что курица довольно жирная. Но еще раз замечу, вот очень мало посмотрела ролик про щучьи котлеты, а зря. Там я как раз рассказываю о том, что, вернее, показываю, что в щучьи котлеты использую свинину. Свинина это жир. И после того, как хоть один из моих гостей попробовали эти котлеты, теперь делают только так. Или кто-либо посмотрел ролик, попробовал сделать по этому рецепту, делают только так. Почему? Жир вместе с рыбой, когда ты его проворачиваешь или взбиваешь, создает такую эмульсию, что котлета становится упругой. Она держит всю влагу внутри, она сочная. И самое главное, вкусная. Да, не веганский вариант, но все же, давайте-ка я, значит, пока что грибы. Грибы произвольно. Вообще, как получится. Главная цель и задача слегка обжарить. У капусты я снимаю крышечку, потому что овощей и фруктов, хотел сказать, овощей, лука, вот, грибочков должно быть примерно 50% от объема мяса. Ну, не мясо, а в нашем случае курицы. Значит, капусту я сразу же, помимо соломки, режу еще поперек. Не для того, как я всегда продвигаю в суповых концепциях идею о том, что капусту так удобнее есть ложкой. Нет, в моем случае это для того, чтобы она быстрее обжаривалась. Смотрите, все скидываю в сковородочку. Следим, чтобы тут ничего мне не подгорало, а лучок уже так румянится. Топленое масло дает очень приятный аромат. Пахнет все это шикарно. Все мы знаем историю с олениной. То есть, когда делают котлеты из оленины или пельмени из оленины, если сделать из этого фарша 100%, ну, хорошо, не 100%, а 90% и 10% лука добавить, оставить только оленину, получится невкусно. У оленины и вообще у любой дичи очень много крови. Ее надо либо хорошенечко вымачивать, чтобы кровь вышла, либо как, повара идут простым способом. Они помимо вымачивания берут и замещают объем. То есть, берут 20%, например, оленины, потом там 20% лука, потом 30% индейки, потом еще сало, потом еще свинины. Все это перемалывают. Получается очень вкусный фарш, который называют пельмени с олениной. Приворовывают немножко, так скажем, по названиям. То есть, нельзя сделать так и здесь. Вы можете назвать, это все равно будут куриные котлеты. Только они будут содержать огромное количество овощей и грибов. Ну, огромное, в смысле, относительно самого мяса. Я взял бедра. Именно бедро, не голень, а бедро. Потому что пропагандирую, что грудка, мясо, вата, без вкуса и запаха. Поэтому чаще всего используют только ноги. Значит, вместе с кожей, то есть, я кости вынул, пощупал руками, чтобы ничего здесь у меня не было. Ну, не было, в смысле, чтобы костей никаких не было. Все. Теперь беру гаджет с импортным названием. Вот интересно, кто-нибудь из вас напишет, как он называется? Это я издеваюсь над вами, конечно же. Конечно же, я знаю, как он называется. Давайте так. Значит, часть курицы вниз. Часть капусты, лука и грибов сюда. Я их тоже слегка подсаливал, помните? Остатки курицы сюда. Наверх. Еще порцию грибов, лука и капусты. Молодая капуста очень комфортно и качественно жарится. То есть, вот там 3 минуты, и она мягенькая вся. Чуточку соли и немного сливок. Давайте отмерим. 3 столовые ложки. Сливки 20%. Обязательно перчик. Черный там или какой у вас есть, любой. Сыпем сюда по вкусу. Можно сюда добавить зиру. Можно добавить тмин. Можно добавить сюда каких-нибудь приправок. Что угодно. Можно других овощей. Кабачок сюда потереть. Чеснок. В котлетах, кстати, я чеснок, я уже говорил не раз, я не очень люблю. Паприки для цвета. В моем случае это копченое. В вашем случае, если у вас такой нету, добавьте любой другой паприки. Старвинд. Наш спонсор. Внизу в описании ссылка. Заходите, смотрите. Ну и там решайте, покупать или нет. Скоро ставим повыше. И поехали. Да, чуть не забыл. Почему это все вот так происходит, как вы видите сейчас? Курица это, наверное, единственное мясо, или что это, как это назвать? Единственный белок, который имеет очень высокую вязкость. И поэтому туда что ни засунь, котлета не развалится. Она все равно завяжет, и все равно будет едино, вкусно и цельно. Получилась вязкая масса. Часть шкуры пробилась. Часть шкуры я отсюда одну штуку вытянул, длинную такую, видимо, с одного самого крупного окорочка. Она где-то в какой-то момент времени намоталась. Нож ее не стал разбивать, намоталась вот здесь. Если у вас попадаются, ну просто достаньте их. Получается, что по объему у нас где-то 50% овощей. По весу их получается чуть меньше. Но учитывая, что там курица, которая стоит в пределах 200 до 150 рублей килограмм, мы еще ее там на 20% сокращаем. И получается, что производная из курицы у нас еще на 20% меньше. То есть, в принципе, для тех, кто в ресторанах, это очень хороший лайфхак. Для тех, кто дома, вы сюда можете добавить, как я уже сказал, что угодно. Сельдерей, корень тушеный. Вы можете добавить тертую тыкву, тертый кабачок. Можете добавить туда даже огурцов, теоретически. Капусты краснокочанной. Капусты такой, сякой. Для домочадцев развлечения, для поваров. Лайфхак по уменьшению себестоимости. Но самое главное, чем курица хороша? Ее мясо достаточно вязкое. Здесь не нужно использовать ни яйца, ни муку, для того, чтобы склеить. Хотя я вообще нигде стараюсь не использовать ни яйца, ни муку. Но некоторые умудряются. Яичко засунут туда, спрашивают, что-то котлетки какие-то такие жестковаты. Конечно, яичко делает их жестковатыми. Тут не нужно бабки ходить. К гадалке, чтобы об этом знать. Руки мочим. Котлетки формируем. Маленькие. Выкладываем. Фарш довольно жидкий. И меня это радует. Котлета будет нежная. При такой толщине нам не нужно доводить их в духовке. Котлета тонкая, как бургерная. Ей достаточно будет температуры и времени прожариться на сковороде и не выпустить всю влагу. Учитывая то, что как раз вот жир и кожа, они создают связывание. Местами тут где-то что-то попыталось пригореть. Но главное за этим следить. И чтобы пригорочки всякие не попадали. В рот. Что мы имеем? А мы имеем котлетки. И мы имеем зелень, которую я хотел порезать и отправить в блендер в фарш. А в итоге поставил эту штуку назад. Забыл и зелень у меня осталась целиком. Поэтому я... Простите, дорогие друзья, за такую оплошность. Ну, так бывает иногда, знаете. Нужно же следить за речью. Готовить. Еще и помнить, что у тебя там в сковородке что-то шкварчит. Конечно, я отвлекаюсь. Я и так уже, знаете, мне кажется, превзошел все ваши ожидания. Вот кто со мной с самого начала, вот как-нибудь на досуге, сядьте дома и посмотрите ролики в самом начале, которые были. И ролики, которые сейчас. Я там небо и земля. Я вот иногда смотрю за собой, что даже несмотря на свой опыт там ведения мероприятий и всего прочего, прогресс налицо. И я уже, так сказать, под вашим чутким руководством. Ну, матов вообще никогда не было. Я же понимаю, что меня еще и молодое поколение смотрит. В отличие от некоторых матершинных шеф-поваров, да? Но самое главное, смотрите, я беру котлету. Я беру котлету. Вот, видите, я ее тяну. Она не сыпется. Мясо вязкое, реально вязкое. Потом я ее, видите, как отделяется. Тут сок. Я вот так вот делаем мы иногда. Смотрите, я нажимаю на котлету, вот течет сок. Внутри она полностью прожаренная. Мясо белое, никакого розового там, ничего такого нет. Полностью готовая котлета. Если вы из этого фарша сделаете большую бургерную котлету, то с удовольствием съедите, засунув ее между булочек с кунжутом. Или без кунжута. Вот, я могу сказать, что, конечно, это получились такие голубцы. По вкусу, если зальете их еще сметаной, с томатом. Если вы преследуете цель сэкономить, делайте это без зазрения совести. Во-первых, все равно котлеты остаются котлетой и преобладает вкус курицы. Отдаленно мы понимаем, что там овощи, не понимаем какие. Ну, что что-то подхрустывает там где-то вдалеке. Эти овощи делают эти котлеты вкуснее и, самое главное, полезнее. Потому что здесь не только стопроцентное мясо, но еще и овощи, которые, соответственно, дают нам какую-то пользу. Ну, какую-никакую. Я не буду сейчас говорить количество пользы в одном грамме этой котлеты. Все это ерунда, можете посчитать. И в итоге получается, что мало того, что это выгодный продукт, так еще и полезный. Пользуйтесь, пока я отдаю это все бесплатно. На здоровье, пожалуйста, приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Пока.